В этом году уборочная кампания складывается необычно. По мере продвижения работ из южных регионов на север урожайность пшеницы не падает, а напротив растет. Так, по данным Минсельхоза на 12 августа средняя урожайность по стране составляла 34 центнера с гектара, тогда как месяц назад она была ниже 32 центнера с гектара. Единственное, что радует, хотя бы по качеству урожая южные регионы превосходят центральную Россию. Так, например, в Белгородской области, где сейчас получают фееричные 56 центнеров с гектара. Третий и четвертый класс составляют всего 63% урожая. В южном федеральном округе доля продовольственной пшеницы выше – более 90%. В среднем по стране количество продовольственной пшеницы сократилось в этом году по сравнению с прошлым. По состоянию на 13 августа обмолочена уже почти половина площадей, собрано свыше 78 миллионов тонн зерна, из них пшеницы 60,5 миллиона. Радужные вести с полей заставляют аналитиков повышать свою оценку по урожаю. Минсельхоз США, чьи предсказания обычно влияют на рынок больше всего, на этой неделе повысил прогноз производства пшеницы до 78 миллиона тонн без учета Крыма. Глава аналитического центра РусАгротранс Игорь Павенский считает, что Минсельхоз США недооценивает перспективы урожая пшеницы в России. И потери, которые понесли Краснодарский край, также Ставрополье и в ближайшее время понесут 4 региона Сибири, где наблюдается засуха, будут компенсированы показателями регионов Центральной России и Поволжье. Так, например, в Поволжье урожайность достигла показателей рекордного 2017 года, а в Центральной России даже превзошла эти показатели на 6%. Перспективы хорошего урожая пшеницы давят на экспортные котировки. На прошлой неделе, по данным агентства Refinitiv, в глубоководных портах Черного моря пшеница потеряла в среднем 6 долларов на тонне. По данным аналитического центра РусАгротранса, сейчас пшеница с протеином 12,5% торгуется по 202 доллара за тонну, что все равно выше, чем год назад. Тогда пшеницу покупали по 194 доллара за тонну. Такие цены позволяют российскому зерну быть конкурентоспособным на мировом рынке. На прошлой неделе немецкое издание Агрорейд заявило, что Европа страдает от агрессивного экспорта из Черноморского региона. Прогнозы на высокий урожай пшеницы в России и на высокий урожай кукурузы в США обвалили мировые цены. В Европе урожай в этом году и так не рекордный, к тому же укрепился евро. Все это приводит к тому, что европейская пшеница оказалась практически вытеснена из мирового рынка. А вот россияне, напротив, благодаря слабому рублю не только активно вывозят за рубеж, но еще и получают прибыль. Кроме того, издание Агрорейд отметило, что экспортеры из России стремятся продать как можно больше зерна, ожидая, что в октябре 2020 года Минсельхоз снова ведет квоту на экспорт. Впрочем, такие слухи в России пока не ходят. Если вам интересны перспективы рынка, если вы хотите узнать, каковы будут цены на самые разные культуры, не только зерновые, но и зернобобовые, масличные, приходите на конференцию, которую проводит издательский дом «Крестьянин» 27 августа в Ростове-на-Дону. Мы пригласили одного из, наверное, величайших экспертов нашего времени, это генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Вы сможете задать ему все интересующие вас вопросы. Единственное, нужно обязательно зарегистрироваться. Участие для аграриев бесплатное, однако количество мест ограничено в связи с тем, что мы не хотим допустить вспышки коронавируса. Позвоните по телефону, указанному на экране или отправьте письмо по электронной почте, указав свои контакты. Я надеюсь, что мест хватит всем желающим. Россия подошла к ответу на вопрос, состоится или нет повышение пошлин на экспорт подсолнечника. На этой неделе Минэкономразвития опубликовала проект-постановление, которое должно увеличить действующий сбор с 6,5% до 20% от таможенной стоимости подсолнечника, но не менее 80 евро за тонну. Эту идею давно лоббировал Масложировой союз России. Глава аналитического центра Совэкон Андрей Сизов считает, что цель подобных ограничений перераспределить доходы от аграриев в пользу маслах переработчиков. В среднесрочной перспективе это может привести к тому, что культура станет не очень интересной для сельхозпроизводителей и они сократят площади посева под ней. Однако глава Масложирового союза Михаил Мальцев уверен напротив в обратном, что чем лучше будут условия для ведения бизнеса переработчиков, тем лучше станут жить и аграрии, поскольку маслозаводы смогут давать им большую премию. Вот что он рассказал телеканалу МИР24. В 2001 году, когда была введена 20% пошлина на подсолнечник сою РАПС, казалось бы, все производители тоже кричали караул, у нас пытаются забрать нашу доходность и так далее, но только в итоге мы получили стремительный рост перерабатывающей отрасли, опережающий рост перерабатывающей отрасли, который формировал опережающий спрос на масличные с высокой конкуренцией. Что мы имеем? На сегодняшний день масличные являются самыми маржинальными фактически продуктами растеневодства. Рост с 2001 года после ввода пошлины за 15 лет составил на подсолнечник в 4 раза вырос в объёме производства, соя и РАПС выросли почти в 9-10 раз. То есть эффект говорит о том, что пошлина не только не сдерживает, но наоборот стимулирует рост производства масличных культур. А поскольку они являются самыми маржинальными, то каждый производитель, ну в большинстве случаев, есть отдельные кейсы, которые выпадают из общей картины, но в большинстве случаев все стремятся наращивать этот объём производства масличных, чтобы получить больше прибыли на 1 гектар ПАШ. Аграрии Ростовской области, с которыми мы пообщались, идею повышения пошлины не поддерживают, хотя признаются, что сокращать посевы они не собираются. Вот какой комментарий дал нам президент холдинга «Уралдон» Александр Ярошенко. «Угу». 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 «Учитывая, что мы собираем порядка 10 миллионов долларов России, вот посчитайте, сколько они за ней почитают о своих карманах производства». «Угу». 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 То вместе с маленькой пошлиной, которая была, он бы стоил 25-26 тысяч нас покупали. Проект постановления о повышении экспортного сбора сейчас проходит в стадию общественного обсуждения. Она закончится 25 августа. Тогда и станет известно, быть повышенной пошлиной в России или не быть. В правительстве России задумались о новых мерах поддержки для мукомолов. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила правительство найти механизмы для снижения волатильности цен на зерно. Как выяснилось издание «Коммерсант», речь идет о двух способах стабилизации цен. Либо закупка и распределение зерна для нужд мукомолов по определенным ценам, либо компенсация мельницам части затрат на покупку сырья. Конечно, такая господдержка будет предоставлена только при условии, что мукомольные предприятия будут продавать свою продукцию по фиксированным ценам. Напомним, что в апреле этого года мукомолы уже жаловались на слишком дорогую пшеницу. И тогда вопрос был решен кардинально. Минсельхоз России для обеспечения внутренней потребности в зерне просто ввел квоту на экспорт зерна. Вице-президент Российского союза пекарей Алексей Ляпин отметил, что около половины индустриальных хлебозаводов России сейчас работают при рентабельности до 1%, а мер поддержки для отрасли крайне мало. В заключении выпуска две коротких новости из регионов. В Краснодарском крае поголовье крупного рогатого скота выросло за полгода на 4%, или если в абсолютных числах, на 18,2 тысячи голов. Производство молока увеличилось на 8% до 60 тысяч тонн. Увеличилось на 8,5% и производство мяса. Отрасль активно развивается, ее поддерживают и продолжат поддерживать. В этом году животноводам выделен 1,7 миллиарда рублей. Часть средств пойдет на новые формы поддержки. Это компенсация части затрат по содержанию молочного стада, субсидия на приобретение племенного молодняка по импорту и субсидия на приобретение семенного материала от быков производителей. Если вы занимаетесь животноводством, знайте, что такие меры поддержки есть. Воспользуйтесь ими. В Ростовской области на этой неделе официально возобновилось промышленное производство индейки. Дочерняя структура холдинга Домате, компания Индюшкин Двор, завезла 50 тысяч голов суточных цыплят из Германии. Их разместили на производственной площадке в Октябрьском районе Ростовской области. В Усть-Донецком районе сейчас проходит инкубацию 72 тысячи яиц индейки. Первые выводы ожидают получить в 20-х числах августа. Кроме того, Индюшкин Двор собирается купить еще 70 тысяч яиц из США. К концу года Домате намерено произвести в Ростовской области 2650 тонн индюшиного мяса. Напомним, что крупнейшим производителем индейки в Ростовской области и вообще на юге России была компания Евродон, созданная предпринимателем Вадимом Ванеевым. В 2016 году эта компания достигла своего расцвета. Тогда были произведены рекордные 65 тысяч тонн индейки. Однако за этим последовала череда вспышек птичьего гриппа. И с 2018 года началась процедура банкротства, поскольку Вадим Ванеев не смог выплатить кредиторам обещанный платеж. В ходе процедуры банкротства права на Евродон перешли к Веб-РФ, позже были переданы Россельхозбанку. И вот недавно Россельхозбанк сдал площадки профильному инвестору и в недавнем прошлом главному конкуренту Евродону, агрохолдингу Домате. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте зарегистрироваться на конференцию с Дмитрием Рылько.